Приветствую всех на канале ProgramFix у микрофона Нетли. В этом видео я расскажу вам, как сделать красивую заставку для вашего ролика. Погнали! Ну а для начала нам нужно перейти по ссылке в описании под этим видео и скачать данный проект. Но уже после того, как вы скачали и разархивировали, мы открываем саму папку, в которой находится наш. Здесь мы видим 4 папки. Это assets folder, то есть все файлы, которые использует заставка. Также мы видим фонт, мини-туториал и проект файл. Фонт, там находится шрифт, который используется в самой заставке. Также мы видим мини-туториал, там находится как правильно пользоваться этой заставкой. И сам проект файл, там находится сам After Effects проект с нашей заставкой. Здесь находятся 3 проекта After Effects. Один из этих проектов это мой, port.reel.cc.convert. И 2, которые тут были, вы же открываете с port.reel.cc. Ну или если у вас проект всего лишь там, ну то есть заставка должна быть всего лишь 8 секунд, как у меня вот в начале была, то вы открываете с port.reel.cc.converted. Я покажу сначала на обычном. Также туториал, как установить After Effects с 2020 года есть у меня на канале. Ссылочка, конечно же, будет в описании и в подсказках. Изначально у вас откроется такой проект. То есть это мастер 1080, либо мастер 720. Я ставлю 1080. Теперь мы, получается, нажимаем медиа и видим надпись shot. Открываем shot 01. Сюда вы должны ставить свою картинку, которую хотите поставить в начале видео. Я же ставил сюда скриншот своего канала, так как подходит к приветствию. Если у вас картинка не сходится с размерами файла, то можете просто нажать букву S, английскую, и выкрутить эти ползунки так, чтобы картинка была на весь экран. И также можете передвинуть, нажав в play position. Первый ползунок это лево-право, второй ползунок это вверх-вниз. Ну, примерно как-то так. Так, теперь мы переходим в мастер и видим, что наша картинка здесь появилась. Но нас не устраивают эти белые полосы, так как, ну, на мой взгляд, это врывеглазно выглядит. Я захожу в контроллер, main, и видим здесь слой black. Отключаем его. И у нас убираются эти гребаные полосы. Теперь смотрим на проект. И выглядит намного превосходнее. Также я всегда убираю текст, потому что текст мне не нужен. Я же озвучиваю, зачем мне текст? Мы переходим в pre-compose, title, и удаляем все тайтлы. Зажатым контролом и шифтом мы можем выделить сразу все. И нажимаем delete. Наш текст пропал, это превосходно. Теперь нам нужно исправить shot 2. А перед этим нам нужно убрать эффекты для текста, которые были созданы. То есть вот, пиксельный блур. Убирается он довольно просто. Также переходим main, опускаемся здесь в самый низ. Видим сцена 1. Открываем ее. После того, как открылось, опускаемся вниз. Короче, 3 файла с названием moaic. И отключаем их. Не все. Только один лод, который посередине, который нас больше всего напрягает. Также, если вам не нравится в начале глич, так же его можете отключить. Ну а в конце глич нужен для перехода, поэтому его никак нельзя удалять. И вот теперь работа выглядит намного превосходнее. И смотрим конечный вариант. Ну а если вас все устраивает, и вам нравится заставка в 9 секунд, то тогда вы, получается, вытягиваете этот ползунок ровно на 9 секунд. Советую изменить сразу время. Теперь комбинации клавиш Ctrl плюс M мы начинаем рендерить. Сюда нажимаем и выбираем AVI RGB. А здесь мы выбираем расположение файла. И нажимаем рендер. Рендер будет быстрым, примерно 3-4 минуты. Ну вот, наше видео зарендерилось. Теперь мы переходим в папку, куда рендерили. Перед этим проект нужно успешно сохранить. Ну, перед тем, как просматривать его, мы видим то, что файл получился. Ну, прям, ну, целый гиг за просто 8 секунд. Мы переходим в Premiere Pro, либо же любой другой видеоредактор. После того, как зашли в Premiere Pro, нажимаем New Project. Создаем стандартную композицию. Называем. Нажимаем ОК. Сюда загружаем наше видео. Далее выгружаем его на timeline. И просматриваем. Далее поверх накидываем уже свой текст. Ну, либо уже при монтаже самого видео. Нам его нужно зарендерить для уменьшения его размера. Нажимаем File, Export, Media. Здесь мы выбираем формат H.264. И место расположения, куда оно будет рендериться. Нажимаем Export. Конечный файл будет вести 11 мегабайтов. Ну, а я надеюсь, вам это видео понравилось. Вы, конечно же, поставите лайк. Подпишитесь на канал. Также прожмите в колокольчик. И не забывайте про свои царские комментарии. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok